Деринком Никетсу Маракайто, и вот внизу написано Деринком Геймс от Никетсу Маракайто, блин, а вот это, если честно, неожиданно было увидеть, когда запускаю игру, вообще, честно говоря, ну, у меня эмоции, эмоции прям реально переполняют, сразу включаешь, и я тут, чтобы начать игру, нужно было пройти оригинальную ГПА для Оки-Доки, Электрич Клаб, и так, как готовы увидеть новую историю, это такая, где они расскажут о Юре, окей, эта игра не предназначена для детей, для людей с не очень крепкими нервами, так, я сегодня весел, сегодня утро у меня задалось, Доки-Доки, забегинников Юри Стори, как я ждал, если честно, добро пожаловать в музыкальную комнату, и сейчас мы заходим в главное меню, и нас музыка, кстати, приветствует, приятненькая, то есть она измененная, по сравнению, которая была в первом эпизоде, когда я проходил еще на релизе. Всем привет, с вами не кецома какая-то, тот самый, который был, так скажем, упомянут при запуске игры, это прохождение, Доки-Доки, забегинников Юри Стори, дополнение, поездка на море, и, что же хочется сразу сказать, Сначала я хочу выразить особую благодарность DNCOM Games, которые мне предоставили ранний доступ вообще к игре, и еще хочется сказать им спасибо за то, что, во-первых, меня упомянули здесь, при запуске игры, это для меня реально было неожиданно, его только сегодня мне прислали, я такой, хочу спать уже, я ночью не спал, и меня тут присылают по почте, ну, как бы, раннюю версию, я такой, ничего себе, надо глянуть, глянул и удивился, это очень прикольно. В общем, я выражаю огромную благодарность DNCOM Games за упоминание, это раз, за то, что я есть в игре, да, это реально, это даже спрайт будет мой, и там Никетсу тоже будет персонаж, то есть, блин, это реально, это, не знаю, я на седьмом небе, как говорится, такого, блин, ну, наверное, может, некоторые позавидуют или нет, но у меня эмоции сейчас просто переполняют, на самом деле, и, кстати, интересный фактик, я писал музыку к дополнению, то есть, не верите, ну, вот, заходим музыка, и вот здесь, мы видим Доки Доки Юри Саунд Парт 1, это композиторы, которые писали музыку конкретно к первому эпизоду, а вот дополнение, видите, Денис Нацухи и Никетсу Макакайто, здесь мои мелодии, я не забуду, мне разрешили добавить вообще весь, так сказать, все саундтреки на свой канал, и я сделаю, я даже оформлю видео, то есть, мне прям хочется, если честно, я хочу, чтобы вообще эту игру заметили, ну, то есть, правда, мы долго с Дэном ждали, то есть, Дэн Пуф и Ик, да, и тебе привет, ждали эту игру, то есть, дополнение, то есть, фактически, ну, вообще, мы прошли первый эпизод и сняли уже давным-давно на Ютубе, и вот сейчас только полная версия вышла вообще окончательно Доки Доки The Beginning of Your Stories, блин, а, кстати, за мелодию спасибо, вот, я слышу, сейчас она сделана очень хорошо, также здесь будет Евгений Рус, да, кстати, если смотришь, передаю тебе привет, для меня, если честно, тоже, вот, неожиданно быть в одной игре, где конкретно человек, ну, которого больше знают на Ютубе, чем, конечно же, меня, и не такой уж пропиаренный, если честно, ух, ну, что еще сказать, большое, в общем, спасибо, Девинком Геймс, очень большое спасибо, на самом деле, то есть, я не знаю, как словами передать, ну, правда, огромное спасибо, также спасибо Дену, то есть, канал Дэн Пул Фу Ик, тоже ему огромное спасибо, за то, что Куэгде меня проинформировал, там, о разработке, правда, тоже огромное спасибо, и, вот, сейчас, наверное, стоит все-таки приступить предыдущее меню, то есть, саундотреки, я, как я сказал, я выложу, попозже чуть, я сначала хочу пройти дополнение, и посмотреть, что же здесь такого, давайте начнем, ладно, эпизоды, блин, у меня мышка чуть ёрзает, на самом деле, да ёмая, включайся, вот, и, что мы видим, обновленное меню, да, действительно, обновленное меню, потому что, я помню, оно было, другое, итак, эпизод первый, начало истории Юрии, итак, история началась с того, что Юрия, как обычно, прошла в школу, на встречу, и подбежала одна на ЭДЕ, для девчонка, её звали Сайори, это мы помним, это подруги, а потом, в общем, я чуть-чуть тезисно, ну, расскажу историю, блин, наверное, пять минут уже прошло, я хочу рассказать, вкратце, что было в первом эпизоде, ну, чтобы вы знали, если вам день смотреть, вообще, прохождение моё старое, в общем, мы знакомимся с девочками в литературном клубе, и, мы знакомимся с девочками в клубе, ну, я в школьном имею ввиду, и, дальше событие разворачивался так, что, Моника, в общем, убирает наших друзей, и, в общем, ставит нам ультиматум, я верну твоих друзей, если ты убьёшь, перед Юта, себя убьёшь, перед Юта Сакибару, это плохая концовка, хорошая концовка стоит в том, что мы посылаем вообще нахер, Монику, и, скидываем её в свою вселенную, и, потом мы такие, выживаем, и, собственно, это хорошая концовка, друзья спасены, всё равно, и, вот эпизод второй, после недавних событий, она с девочками отправилась на летние каникулы к морю, да, в общем, давайте начнём уже, я много говорю, в общем, ещё раз, огромное спасибо, если вы меня смотрите Далинком, особо благодарны, и теперь я ознакомлюсь вообще с полной версией, начать эпизод второй, так, добро пожаловать в Professional, мы снова встретились, да, мы продолжим вашу историю, да, кстати, Professional, ну это, я говорю, это, название моего ноутбука, надо, хотя ладно, пускай Professional будет, хотелось бы, чтобы Никитсу было написано всё-таки, ладно, давайте дальше, для начала мы вспомним, как закончилась ваша основная история, ваша героиня жива, так что всё в порядке, ну это да, а теперь давайте начнём, я вам дам, я дам вам дневник, в котором будут отображаться персонажи и их описания, но мы ещё не прощаемся с вами, просто пролистайте страницу, так, на этой странице Сайори, её события, так, это Сайори, она изменилась после событий, произошедших в школе, её прическа изменилась, поэтому она так изменилась, ну, в Иковской версии, конечно, это звучит автологией, но ладно, тем не менее, да, видимо, прическа действительно изменилась, и она миленько выглядит, ну правда, миленько, по-летнему ещё вот, такое, а, кстати, здесь чуть-чуть, ммм, так, давай, просто листать страницу, так, и Юри Харигаву, кстати, блин, у меня ужасная память на японские фамилии, если да, вот так вот можно выразиться, Юри Харигаву, да, вы узнали её фамилию, вы узнаете всех персонажей и их фамилии, Юрий будет работать на пляже в форме горничной, так, Харигаву, ну, блин, нужно запомнить, если честно, покажется про листать страницу, так, Насуки Кимея, она тоже не помнит тех событий в школе, а, это, а, то есть Саюри, выходит Саюри, не помнит, Юри, то есть, одна Юри помнит, да, выходит так, она, Насуки Кимея, она тоже не помнит У тех событий в школе отец-герой был не против поездки на море. Но мы-то знаем, отец какой у Нацуки. Даже в этой вселенной. Просто лицать страницу. Так, что ж, Профессионал, теперь вам нужно выбрать одну из них. Какая из них вам подходит? И знаете, что один персонаж на сюжет влияет на сюжет и вашу концовку. Ну вообще, если честно, я играл в демо-версию или как в Альфе, как ее назвать, в общем. И все-таки, давайте выберем сначала Нацуки. То есть, ее тоже выберем. То есть, мы будем с друзьями, так сказать. В общем, и ее тоже. И ее тоже. У тебя добрая душа, Профессионал. Я надеюсь, что вы наладите с ней отношения. Надеюсь. Надеюсь, она наладит отношения с Никетсу, если там будет такое. Хорошо, ведь теперь вы можете приступить к сюжету. Так, вот. Понеслось. После тех событий в школе. Опять тот же фон, кстати, из The Wall Money Rock'n'Roll. Я проснулась от странного шума в коридоре. Нацуки, Сайюри, Юми, Нанако, девочка, где вы? Ответа не последовало. Я решил пойти в соседнюю комнату. Кстати, я хотел бы расширить текст, но там, в общем, были бы спойлеры, но ладно. Все-таки я хотел бы тут кое-что чуть добавить, но ладно уже, тем не менее. Я решил обойти в соседнюю комнату. Было темно. Я включила свет и увидела отрубленная рука Юми лежала там вся в крови. Ладно, это я все видел, я удивляться не буду. Нет, только не снова. Это не я. Я не могла сделать это снова. Мне нужно успокоиться. Мне нужно проверить комнату Сайюри и Нацуки. Комната. Она тоже была в крови. Там было только там было только много столько, может, столько много крови и даже никаких ну, не знаю, там было только много крови и даже никаких тел. Страна, куда они пропали? А? Я должна покончить с собой. Больше нет смысла жить. На этом моя история заканчивается. Все, это концовка. Ну, ладно, я шучу на этом, потому что шутка не сработает, естественно. Так мне и надо, убила своих друзей и себя тоже. Стук. Кто-то постучал. Что ж, теперь они узнают, что я убила своих друзей. А это не мы ли, случайно, стучимся? Ну, ладно. Стук. Я подумал, может быть, это мое сердце так долго колотилось. Эй, Юри, проснись, ты проспишься поездку к морю? И моя мелодия прибавил, близ, да, она все-таки здесь. Да, ребята, вы сейчас слышите мелодию, которую я специально создал для этого проекта. Я ее очень много раз переслушал, и мне приятно слышать ее в контексте игры, конечно. Давайте, ладно, дальше я буду читать. Простись, ты проспишься поездку к морю? Поездка. Значит, это был сон. Ну же, Юри, вставай. Я встаю. Когда я открыла глаза, ты увидела Сайори. А, кстати, может, нужно было подставить, будто, ну, как это называется, короче, не резко появляется картинка, а плавно, такая, как будто реально открываешь глаза, тут такое. Можно сделать было, ну, сначала мутно, в общем, перед глазами, потом резко открывается. Фух. Когда я открыла глаза, вот и увидела Сайори. Да, пока утро, Юри. Кстати, заметьте, сейчас кое-что будет. Тыц! Кстати, мне нравится, как это делается. Хе-хе. А, просто, смотрите, головка, ну, она уменьшается. Ладно. Доброе утро, Юри. И тебе доброе утро, Сайори. Давай, Юри, собирай свои вещи, иначе мы опознаем на самолет. Я буду готова через пару минут. Блин, ну, так резко, ну, ладно. Сайори и я побежали в порт, где был припакован наш самолет. Угу. Ну, в порт. Ну, конечно, это понятно, что аэропорт, в порт, но тем не менее, ладно. Долго вас не было. Тебе нужно меньше спать. Угу. Так, ну, стоп, подождите, а почему тут вместе не... Ну, я не знаю. Тут надо было чуть-чуть подредактировать все же. Я так думаю. Потому что, ну, не было. Ну, как бы, по орфографии это ж пишется отдельно. Долго вас не было, тебе нужно меньше спать. Главное, что не приехали, иначе опоздали бы на самолет. Подождите. А, они ехали тогда в какой-то. Просто сначала подумал, они пешком идут. ладно. Главное, что не приехали, иначе опоздали бы на самолет. Ну, естественно, мы хоть сейчас прибыли. Девочки, давайте уже пойдем. Моника, разве ты не собираешься с нами на море? Я не могу поехать с вами на море. Я решил остаться в школе, чтобы написать отчет о нашем клубе и помочь учителям. А, вот у нас что. Ну, ладно. Так что, пока, девочки. Это летние каникулы, кстати, да? А учителям помогать летом. А, это ж Япония, блядь, это ж Япония, точно. Ладно. Так что, пока, девочки. Пока, Моника, пока, Моника, пока, Моника. Я вошел в кабину самолета. Где мне сесть? Юрий, сеть со мной. Хорошо, Юрий. Пару часов спустя. Блин, я бы советовал, если честно, сделать плавные переходы, но это было бы лучше. На самом деле, как мне кажется. Мы уже прибыли к морю. Я надеюсь, что море красивое. Мы начали выходить из самолета. После приземления. О, море! Что это такое? Достижения разблокируют? Подождите, о, море! А, ну да, кстати. Ура, море! Да, море прекрасное. Так зачем же быть таким счастливым? Подождите, я помню, тоже сбился из-за этого из-за этого. Ну, блин, ну тут в русской версии немножко орфография хромает, конечно же, тут его надо подкорректировать. До выхода релизной версии, конечно, осталось чуть-чуть, ну, блин, я не знаю, я потом попробую поговорить. Да, море прекрасное. Так зачем же быть таким счастливым? Я понял, в каком контексте, блин, если честно, сбиваюсь на самом деле на этом моменте. Ну, в общем, она имела ввиду, зачем так вообще, типа, быть счастливым, тебе демонстрировать, типа, вот посмотри, Юми, Цезлюка Нацуки, моя сестра не злая, она просто не была на море. Да, кстати, надо запомнить, что Нанака, это сестра Нацуки, то есть, Нанэ, ладно, моя сестра не злая, она просто не была на море. Нанака, за чем ты им сказала? Мы с девочками пошли дальше. На прежде было двое незнакомых мужчин! Мужчин, а не мальчишек каких-то, мужчин конкретно! Аксменов! Мы решили подойти к ним. Привет, мальчики! Опа! Вы знаете меня? Ну, хотя вы меня не видели, ну ладно. Привет, девочки, меня зовут Дэн, а это Никетсу. При этом познакомимся с вами Дэн и Никетсу. Никетсу, тебе не кажется, что она нам знакома? М-м-м, а, это, а, те же диалоги. Так, Никетсу, тебе не кажется, что она нам знакома? Никетсу говорит, так мы видели ее только в нашем мире, и тут только в игре. Значит, вы из-за альтернативной вселенной. Я думаю, в конце концов, мы с Никетсу, с Никетсу, с Никетсу конкретно попали сюда. Дэнна, пора уходить. Да, ты прав. Ладно, пока, девочки. Вау, они из другой реальности. Ну, блин, я бы сказал, тут надо было переделать этот момент, потому что, ну не знаю, может, он будет подходить в дальнейшем, но тут надо немножко, мне кажется, переделать. Типа, о, мы попали сюда в эту вселенную. Типа, о, как круто, неожиданно. Типа, диалоги немного странные. Ну, ладно, тем не менее, ладно, может, дальше будет, как бы, так сказать, это все раскрываться. Вау, они из другой реальности, Насуки. Стойте! Кто такие? Мы обычные люди. А, а, это. Мы обычные люди. Я это поняла в любом случае, Микетсу. Вау, это Насуки, но она не похожа на игровую Насуки. Ох, вот это тоже интересно. Кстати, Дэн, возможно, мы не единственные, кто попал сюда. Кто-то тоже, как и ты, и я попали в этот мир. Может быть, кто-то из ютуберов, ну, например, Винди 31 куплено в Play, CM013, GM013, Евгений, Раскридипай, некоторые из них прибыли в этот мир, как мы с тобой. Так, подождите, откуда вы взялись? Мы из Японии. Ну, ты выглядишь, как Японец, но твой друг нет. Ах, я как Японец выгляжу, да, не пец. Да, я Японец, я американец, с родом из США. А, вот оно как. А, Евген, а, из России, не знаю, будет он из России. Да, я Японец, я американец, с родом из США. Итак, вы пришли к морю своих миров. Из моих миров, да? Нет, мы прибыли из... Да, не говори ей об этом. Помнишь, что она нам сказала? Только Юрий может знать, откуда мы прибыли. Ты просто не можешь сказать другим. Стоп, подождите, что? Еще раз. Итак, вы пришли к морю из своих миров. Нет, мы прибыли из... Да, не говори ей об этом. Помнишь, что она нам сказала? Только Юрий может знать, откуда мы прибыли. Ты просто... а ну подождите это загадочно сказано да не говори об этом помнишь что нам сказала только или может знать откуда мы прибыли ты просто не можешь сказать и другим ладно нацуки давай забудем об этом хорошо вам нравится манга ну я читал и никетсу тоже читал а может спроси его сама хорошо тебе тебя нравится манга никетсу ну по правде говоря я считал на это было давно и сучка с большой грудью опять же она опять со своей мангой мысли не кетсу извини что история можно начать просто тут и не написано чуть-чуть я не вижу так ну по правде говоря я читал но это было давно и сучка с большой грудью опять же она опять со своим мангой мысли не кетсу извини носики а это я говорил конкретно она это вернулся ладно девочки сейчас никетсу покажет вам свои мускулы да нет я не буду что же вы их увидите они отвлекутся чтобы посмотреть на тебя хорошо хорошо я смогу их удивить никетсу снимать свою футболку что ух ты будь ли никетсу ман парень ты красив сильно лучше чем твой друг у меня приступ серьезный что ж спасибо обидно хотя ладно вот и все шоу моего тела закончилось ладно ты прав это было так долго может быть мы еще встретимся никетсу пока красавчик может сходим на свидание потом если не исчезну из этого мира мы пойдем с тобой нацики но как-то и странного происходящее ну ладно мне все равно интересно вы узнаете историю новых персонажей которые прибыли в этот мир о моя мелодия слова так вы знаете историю новых персонажей когда прибыли в этот мир знаешь никетсу это здорово что мы попали в игровую вселенную ты правда на послушаем и здесь давай купим себе еды и чего-нибудь выпить мы с никетсу зашли да неудивительно а это потом да выходит а то есть от нашего лица все дэн мы с никетсу зашли в уличный магазин конечно же зашли в него да удивительно что на берегу моря есть магазин так мы с никетсу купили себе японские батончики а также взяли кока-колу кока-кола кстати недавно пил так и японские батончики как они кстати выглядят дэн смотри где я никого не вижу мне пиво пожалуйста и сок пиво кто же это будет странно вообще интересно узнать пиво и сок подожди это евген но почему он так выглядит он постригся и побрился теперь он выпендривается ты прав но это ему подходит покажите его покажите он привет парни вы тоже как я попали в этот мир ну да мы продолжаем изучать этот этот мир мы видим здесь персонажи из игры люди тоже ну и как она тебя на а здесь не прописано кстати что это евген будет ну и как она тебе нравится конечно здорово быть здесь но здесь ничего нет вы продолжаете историю главной героиню юрий проснись я проснул блин если честно текстик надо было побольше может быть сделать ну ладно я проснулась с юрия стояла передо мной доброе утро или ты собираешься на пляж я могла бы пойти но как мы так будем веселиться и думаю что это глупо почему юрий ты не хочешь повеселиться почему я не хочу идти да потому что я здесь никому не доверяю даже тем парням которых я не хочу убивать они могут быть опасны для нас у поэты что-то интересненько так это это странно написано но для сюжета это может нормально просто никому здесь не доверяет она даже тем парням странная личность здесь юрия ну ладно да мне просто плохо серия я пойду на горячие источники хорошо хорошо или может быть тогда мы с девочками присоединимся к тебе чтобы тебе не было грустно ладно пойдем девочки с девочками вместе но я сразу же говорю за мой грудь чтобы они не трогали меня хорошо и и рефи или то что ты скрываешь от нас и я ничего не скрывает вас девочки и кто были те парни на берегу моря с которыми вас на цикле разговаривали и о чем расскажи нам юри так по а фон кстати прикольный мне нравится это бесплатно всю страну о них нельзя рассказывать что они из другой вселенной я не хочу чтобы история повторилась как с моникой так вот это уже интересно может быть они и добрые но я не доверяю страна что они сразу сказали мне что они из другой вселенной так она знает это кстати стать она это знает может они дойдут может быть моника вызвала их чтобы убить нас если это так я убью их сама а блять не надо нас убивать ты чё совсем что ли я прохожу игру я больше не хочу терять никого из своих друзей лежать что они мало что знают обо мне юри ты что я не слышу моего вопроса я спросил кто были эти парни юми ты говоришь о них они такие же обычные люди также как и мы приехали чтобы насладиться морем вау плавать здесь так весело сестра почему ты ведешь себя как маленькая девчонка тоже взрослая силой стоп вторая сестра 2-я подождите как сестра почему ты ведешь себя как маленькая девушка тоже взрослая но она просто хочет быть маленьким ребенком не волнуйся на суке они это те где те теряя а это другая хорошо учитель но вы знаете моя быть больше чем у вас что же по крайней мере у меня есть муж а ты еще молодая неопытно в отношениях с мужчинами ай блядь а у меня отношения сейчас на цыке что ли пойдут да тирея а тирея это что-то знакомое подождите так очень как будто это отсылка к мою эру ну ладно что ж по крайней мере у меня есть муж это еще молодая неопытно в отношениях с мужчинами а я опытная вчера я влюбилась парня на пляже он красивый и сильный она влюбилась не кетсу и пить колотить все и меня влюбились ну а как зовут твоего принца и он зовут не кетсу это мой парень давайте завтра поработаем на пляже в кафе так и раздадим всем вкусное парфе и другие сладости это кстати союзе договорить хорошие идеи саяли вы девочки будете просто работать горничьими а мы назовем кафе мэйд кафе а это выходит подождите завтра работаем на пляже в кафе и раздадим всем вкусное парфе и другие сладости а не свой кафе выходит а они все сделают сами будет продавать это легально бы просто тут написано что не назовут кафе мэйд кафе я принесу вам одежду для служанок для девочек а сери в своем летнем платье будет раздавать листовки и так завтра мы будем работать кафе на пляже что же думал мы сможем отличие от этого безумия быть и вселенной хэппи дэй о блять что это такое джаст эй ты слишком много знаешь я действительно хочу убить тебя моника подожди я допустил ошибку ты не можешь открывать другие вселенные теперь из каждого мира прибывает разные персонажи из других миров так вот это надо так а вот тут мне интересно подождите так подожди я допустил ошибку ты не можешь открывать другие вселенные теперь из каждого мира прибыл это разные персонажи других миров так что у меня есть сила я найду своего юту так она зла еще подождите подождите мне мне немного пока не ясно подожди я допустил ошибку ты не можешь открывать другие вселенные теперь из каждого мира прибыл это разные персонажи из других миров так что у меня есть сила я найду свою уюту я тоже споткнулась из-за любви но почему ты его слушаешь он хочет уничтожить всю мульти вселенной другие меры кого конкретно подождите историю нажму кто там говорил это она говорит нам просто тут не написано то что она говорила так итак завтра мы будем эти слишком много знаешь и действительно хочу убить тебя моника так подожди я допустил ошибку ты не можешь открывать другие вселенные теперь из каждого мира прибывает разные персонажи из других миров это ошибка и и значит так что у меня есть силы я найду свою любовь это же споткнулась из-за любви но почему ты его слушаешь он хочет уничтожить всю мультивселенную другие меры я больше не хочу тебя слушать я была твоей марионеткой это хотел спасти меня но ты убила меня и он начал страдать что происходит подождите я читаю не могу рубиться просто таинственно все идет подождите еще раз я просто и дни пока я не понимаю контексте что идет эти слишком много знаешь я действительно хочу убить тебя моника подожди допустил ошибку ты не можешь открывать другие вселенные теперь из каждого мира прибывает разные персонажи из других миров так что у меня есть силы и она и я найду свою уюту я тоже споткнулась из-за любви но почему ты его слушаешь очень хочет уничтожить всю мультивселенную другие миры я больше не хочу сушить не обучение хочу тебя слушать я была твоя моря а это выходит подождите это говорит юрия так что имея силы и найду свой уюта я то же согнулись из-за любви но почему ты его слушаешь он хочет уничтожить в мультивселенной другие меры я больше не хочу с тебя слушайте MIL твой моря ониUFFые И ты хотел спасти меня, но ты убила меня, и он начал страдать. Так, а это интересно. Это в другой смене или в этой? Подождите. Я больше не хочу тебя слушать, я была тонной леонеткой. Он видел смерть всех, даже нашей Юрии и Нацуки, а ты просто просишь прощения, но нет. Это кто говорит? Подождите. Подождите, я не понимаю, конкретно пока что тут, кто это вообще. А, подождите, может это... Больше никогда никогда не было твоей марионеткой. И ты хотел спасти меня, но ты убил меня, он начал страдать. Он видел смерть всех, даже нашей Юрии и Нацуки. А ты просто просишь прощения, но нет. Умыв, Моника, не возвращайся. Что ж, теперь я могу играть с другими персонажами. Жди меня, мой Юта, и ты, Юрия. Ага. Ну, окей, ладно. Я понял, про что речь, но просто у меня вопрос немного другой. А каким образом была она марионеткой? Ну, Юта хотел спасти меня, но ты убил меня, начал страдать. То есть я понимаю, конечно, это Сайюри вообще возможно. То есть я сразу раскрываю карты, я думаю, это Сайюри. Я не думаю, что это Юри. Просто смотрите, в чём дело. Как бы вам сказать? Мне уже намекнули кое-что, но я уже понял. Только если это Сайюри из той вселенной, я что-то не могу понять одного. В оригинале, я больше не хочу тебя слушать, я была твоей марионеткой. То есть там сбился ход, я помню, по-моему, и в этом. И она начала так вести. В какой-то степени, да. Юта хотел спасти меня, но ты убила меня, он начал страдать. Так, окей. Вспомнить бы, Юта хотел спасти, но... Вообще... Хз. А, ну ладно, окей, ладно, я так... Ну прям спасти, ну... Ну в какой-то степени, ладно, да. Жди меня, мой Юта и ты, Юри. А, я надеюсь, что моя помощница справится с этим делом. И мне нужно передать сообщение, что Юри в опасности. Стоп. Так, я надеюсь, что моя помощница справится с этим делом. И мне нужно передать сообщение, что Юри в опасности. Это не мысли ли случайно, она просто говорит это, да? Моя помощница справится с этим делом. Знаю, она из летнего лагеря, который, кажется, называется Соленок. Я надеюсь, что она ждет лучших героев для Юри. А, и опять моя мелодия, подождите. Так, я надеюсь, что моя помощница справится с этим делом. Она говорит конкретно, просто я не понимаю, подождите. Так, я надеюсь, что моя помощница справится с этим делом. И мне нужно передать сообщение, что Юри в опасности. Знаю. Она из летнего лагеря, который, кажется, называется Соленок. Я надеюсь, что она найдет лучших героев для Юри. Ну, это, наверное, ее мысли, я так понимаю. Ладно. Ты-дын-ты-дын-ты-дын-ты-дын. Это уже в следующей серии, ладно. Я на этом заканчиваю. Серия была прикольненькая. Теперь немножечко потанцуем, так сказать. Или в следующей серии вот так вот. Тут-ты-ты-ты-ты-тут потанцуем. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Сейчас под такт мелодии я уйду, ну, закончу видео. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ладно. До скорой встречи. Теперь будем узнавать, что же дальше случилось. Просто я слегка сейчас прочитал то, что... Ну, я не понимаю практически событий. Чуть-чуть. Ну, дальше я узнаю, ладно. Даже и соленка придут, ептить-колотить. Посмотрим, что дальше. Ладно. Удачи тебе. Спасибо, Дринкомгейм, за предоставленный ранний доступ. И... Передавайте привет... Дайону, я ему передаю здесь. И передаю Евгену. Евгению Руссу. Всё. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok